Славянский Кремль Я побывала внутри, народу очень много, огонь, какие-то восклицания, восхваления Перуну, и люди, которые, в принципе, вторят этому всему, и некая картина мистификации, она, конечно, присутствует. Кстати, вот стоит немного прислушаться, может быть, у вас воссоздастся та картинка, что сейчас происходит в храме. Многие считают язычество религией. Сами язычники уверяют, то, как и чем они живут, не религия, а образ жизни. Я проповедую целесообразную жизнь. А так случилось, что как раз об этом и рассказывает язычство. Поэтому я не проповедую никакую из религий. Это право человека выбирать или не выбирать. Я просто живу так, что наиболее к моему существованию подходит то, что называется язычник. Вот люди, которые называют себя язычниками. Среди них вы можете узнать вот этого человека. Виталий Сундаков, известный российский путешественник и журналист. Первый в России эксперт по выживанию. Проживал в разных племенах и стал специалистом по колыбельным цивилизациям планеты. Он долго искал свой путь, в том числе и к Богу. Остановился на язычестве. Выбор язычества для него не случайность, а взвешенное, продуманное решение. Религия, да, любая, призывает нас к чему? Верить в Бога, да? Что само по себе уже дискретно. Надо верить не в Бога, а верить Богу. Это разные совершенно вещи. Бой на мечах, метание копья, традиционная стенка на стенку. Кажется, что мы попали на какое-то театрализованное представление. И пусть все это больше напоминает игру, но кто сказал, что это неправильно? Язычники живут разрозненными общинами и в каждой почитают своего Бога. Они практически не контактируют между собой. У них нет единого центра власти и управления, в отличие, например, от христианства. Есть время от времени попытки разных людей, иногда агиозных людей, да, как-то объединить, давайте мы всеми общинами объединимся, создадим, не знаю, какую-то одну организацию, в которой будут ходить все общины, мы выберем главного там волхва. Мы совершенно к этому не стремимся. Это будет просто уничтожение всего того светлого, что есть у нас. Язычество людей притягивает ощущение свободы и раскрепощенности, а также желание жить в ладу с природой. Несмотря на то, что существуют календарные языческие праздники, праздновать их можно по-разному. Ничто не возбраняется и не носит принудительного характера. Это я убираю угли для того, чтобы, когда будет начинаться следующий обряд, их вложить в огонь, перед тем, как зажечь. Вот догмата ты или не догмата? Нет. Это было бы догматом, если бы это было всегда так. Если бы древние славяне перед своими обрядами тоже делали так. Но я не знаю, как они делали. А это действие придумал я. Жрец Креси, язычник по своей натуре. Когда его спрашивают о вере, говорит. Ну, чтобы там кого-то не шокировать, да, вот, когда вы говорите, я язычник, я говорю, я приверженец родной традиции. Я живу у русской традиции. Язычество – это образ жизни мой. У нас нет желания и стремения сюда набрать как можно больше людей. В миру жрец Кресень – бизнес-тренер Денис. То есть вполне светский персонаж. Имеет жену и двоих детей. Также воспитывает их в традициях язычества. Возврат к корням, к традициям предков происходит сейчас и будет происходить дальше. Поэтому такой повальный глобальный интерес к этому. О своем увлечении русской традиции говорит открыто. И дома, и на работе. Я этого не скрываю. При этом я это никому не навязываю. И было 25 июня. Я сидел дома. Я понимал, блин, я сижу дома. А где-то какие-то язычники, про которых я где-то слышал, там вот, они где-то сейчас. Огромным таким кругом стоят вокруг огромного костра купальца. И мне так хотелось вот к этим вот людям в этот круг, чтобы ощутить себя частицей вот этого праздника вообще жизни. Мне не нужно нарисованное небо, купол. Да я вышел под небо, вот я и разговариваю с отцом. Да, если я считаю себя сыном этой природы, вселенной, космоса, ноосферы. Не важно, как это называется. Нет приватизации более. Сложно сказать, какое будущее ждет язычество в России, но, пробыв в день в компании, в окружении язычников, могу заметить, что остались только положительные эмоции. Единение с природой, вкусная еда, безумно интересные люди и... Не безызвестная всем миновуха. Замечу, совершенно безалкогольная. Замечу, совершенно безалкогольная.